добрый вечер приветствую добрый вечер записывайте видео до понятненько чем беседуете ну смотря с кем будет кедова надо определиться с москвой с россией мы из россии краснодарский край город есть понятно давно туда приехали переехали ли мои родители в восьмидесятом году я понял ну как бы не коренная в этом мы мы жили в ростовской области потом переехали краснодар то есть не очень далеко там лучше да да ну мы практически только там больше степи ростове а тут больше земли как-то так говорят сейчас на юг с россии народ хлынул да отдыхающих много у нас городок не очень большой у нас много там пансионатов бас отдыха ну так они приезжают как бы приглядывается потом переселяются потихоньку допустим краснодар он за 10 лет по моему удой увеличил население да 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 но построено если вот сказать но местная не плодятся едут едут сюда имею ввиду с россией едут на кубань да ну так особо не скажет есть такие переезжие есть из украины вы приезжали много как-то так ну то есть что там вообще проходной дорого кто хочет кто-то едет или как нет нет конечно нет но я же не могу сказать что вот к нам с россией по приезжали много как это понять кто их предложил вы там хозяева или кто вы там вообще не понять ну то то есть я завтра к вам приеду и буду там жить ну так легко не получится а как они так вам понаезжали с украины с донбасса с этими доноровскими паспортами скорее всего да 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 туда же не поедет человек представьте себе с киева с одессы со львова они скажут ну что я там забыл я живу в прекрасном городе одесса шантропель все это шахтеры и поперли туда я согласен с вами а чего вы так считаете шантропель это тоже то есть это же люди украины или как как сказать но вы знаете сепаратистов не дядь не уважают том числе в россии ну возможно так у нас я вас не то есть не буду обманывать да но с украины много то есть и и на работе то есть работают украинца много то есть дома типа работа у них нет а у нас есть у нас тройки нужны водители нужно все а вот этого как будто нет по объяснению наверное едут в какие-то захудалых района с донбасса вот эти которая там россия там дыра там вот в ростовской области на донбасс вот они оттуда едут я говорю еще раз с одессы или со львова или с киевом никакой дурак туда не поедет крайнем случае люди могут поехать работать в европу заработать там думаю полторы тысячи евро как бы нормальном обществе месяц у меня знакомые есть ну они такие деньги не зарабатывают в европе они работали в италии там около 900 это ну типа с халявным жильем то что я знаю точно в италии там наверно слабовато бельгия нидерланды голландия норвегия вы считаете лучше работать дома или кто-то ездит на заработки но я думаю что европа это наш дом мы так считаем украинцы мы уже думаем у нас без визы были ассоциированные члены евросоюза но я думаю что вас туда не возьмут а надо чтобы взяли мне кажется достаточно ассоциации без виза то если туда вступать там какой-то по моему что-то тоже ограничения как это для государства много народов всяких и татары башкиры народы кавказа там и удмурт и мордва и чуваши все же живете там ничего и я думаю что вряд ли кто-то там 900 евро получает какой-нибудь колунге или чите но вряд ли они об этом только мечтают и притом живут потом ужасных климатических условиях это же не сравните италия это понимаете как там за счастье вашим олигархам дачи иметь вот допустим ваш этот комментатор соловьев вот и имеет там дачу на озеро кома неплохо себя чувствует да он не хочет себе дачу где-нибудь построить в норильске да это уже байкаль а там комары сильно кусается или это коротко поэтому так сказать человек ищет для климат хороший качество продуктов хорошее питание хорошего в россии там все на поле масле какой-то шмурдяк какой-то а у вас вы считаете лучше даже вот люди обязательно например отличие но если взять кубань с украиной приблизительно одинаково потому что вы знаете что мы есть основатели кубани украинцы вы когда-нибудь были в тем реке или там они были в там они музею видели памятник видели там царь еще поставил 1911 году там на памятнике написано на пьедестале основателем кубани запорожским казакам он называется памятник так и называется приблизительно приблизительно тут вот там вот он человек екатеринодар назывался потому что не катерина его подарила есть дарственная грамота она цела там написано на вечное пользование запорожским казакам казаки подписали договор с кем другом или как получается дарственная дарственного значит что такое дарственное знаю конечно ну вот а причем тут договор какой договор договор о чем они нападения как это молотова риббентропа с кем договор с ним конечно что-то там подписывали немка подарила это русские тут ни при чем как и не катерина как это там софия гатор какая-то там украины получается екатерина чтоб чтоб украина украины города поселение села назовите какой-нибудь город что она нам дала по моему как он называется да вот это одесса 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 а как город как город до екатерина назывался название какое было одесса в любом 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 одессе так просить или не скажет это хаджибей назывался город спортом он был все это что его переименовала екатерина это не означает что основала вам там рассказывает и понимаете это же у нас тут не тайга не тундра не болото московское у нас здесь при днепровье при черноморье это самые населенные районы все время здесь народ проживал тут не было такого что пришли туда на болото и там река москва протекает мокши живут тут забили колышек и сказали а здесь будет москва а почему москва никто не переведет на русский язык вообще откуда слово взялось да а потом макшане говорят да это же у графинской обозначает мутная вода по мордовски так так что к вам серьезно к вам русские туда поехали на кубань да ну получается да или как но они засеруют вам там все засеруют русские там вот где там закрывают города воркута все туда прут да да как то так а скажите почему казаки себя русскими не считали вы себя русским считаете или кем а ну и приехали ну понял у меня мать из украины отец россии а вы кто по национальности в свидетельстве о рождении вам что написали там написанный русский а скажите почему себя казаки донские русскими не считали без понятия честно а вы вообще читали роман шолохова тихий дом может фильм видели может когда-то в коммунистах агитировать казаков эти колхозы и там такая фраза звучит вы же русские люди вы чего не понимаете ему что там казаки отвечают пшел кота он отсюда лапать дровяной то лаптежник казаки мы мужики нас захотел определить русские пшел вон отсюда опустились до чего русские что такое французские польские немецкие русские это же имя прилагательное что это такое вот это-то казаки ладно деталей здрасте да приветствую добрый вечер блин я даже удивился что я на вас попал а что здесь удивительно не ну просто разные видео всякие смотрел с вами это и попал на вас до вы же россии где-то там мои видео смотрели но я из брянска с россией я не знаю откуда вы черноморское побережье поселок лазурно лазурно это херсонская область нет это на украине ну что расскажете что нового что чего ждете от всего этого кого ждать у нас все есть уже что тут ждать море плещет чайки курлычу я имею ввиду дыни арбузы жить нам братьям как дальше жить ну во первых украинцы в россиян славянами не признают это вы должны знать четко и понятно блин вы наверно какой-то нацист я так понимаю нет это наши говорят так вот историки что вы от мордвы пошли то от удмуртов от хуюртов каких удмуртов у меня дед с харькова блять удмуртов блять дед Олесь что-то ты как-то не так говоришь а что у вас все дети с тебя рождения написано вы кто русский 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 ну я же говорил что-то у вас там есть где украинское но с картошкой какой же с харьковым ну у меня ж написано русский не россиянин в этом то проблема россияне это все кто живет в составе российской федерации это понятное дело но вот написано смотрите святоц у пронароджения видите вот написано украинская срср это еще и было при советском союзе понимали что такое украинцы и тут написано что еще не понятно а у вас написано какой-то вы прусский это что за прусский да не прусский а русский русский ну так вы какое отношение ко мне имеете в смысле ко мне я же не ко мне я же просто с вами общаюсь ну вы завели там такой разговор что какие-то там славяне а вы пишете или нет так ладно здорово добрый вечер добрый вечер приветствую как у вас дела на украине ну я вам не скажу за всю одессу вся одесса очень велика тоже но за себя я скажу как правильно вы садится да почти лазурное черноморское побережье юг украины у нас как все печально монотонно море плещет чайки курлычут дыни растут арбузы ничего так сказать нового это радует как зеленский довольны что что зеленским довольны президентом вашим зеленский ну у нас понимаете зеленский не владеет такими полномочиями как путин у нас парламент главнее и он решает все проблемы зеленскому что скажут то и будет делать так что придет зеленский порошенко еще какой-нибудь ничего не изменится только думаю жестче будет с россией а зачем обещать тогда если ничего не изменится он же там обещал и олигархов посадить я знаю он обещал кого он посадил с олигархами там как у вас не знаю вы считаете надо выгнать олигархов и позакрывать все заводы или что не понятно а зачем закрывать если человек наворвал денег его сажают в завод переходит в государственные руки а что он должен воровать обязательно допустим у нас Ахмедов владеет многими тут предприятиями что он ворует он зарабатывает он предприниматель допустим Порошенко там какие-то конфеты А вы знаете как конфеты как мету попали вот эти заводы нет не интересовались как попали заводы мы как бы они не попали но мы экспроприацию и национализацию делать не собираемся они попали попали приблизительно так как и к вашим так и к нашим в 90-е годы вот так и было вот я скажу что у нас что у вас я вам ну сопорить не буду здесь я вам скажу такую вещь что я смотрел Ройтмана это тоже ваш одессит не знаете такого Ройтман двухметровый еврей здоровый такой молодой достаточно и он сейчас в Америку сбежал он в Украине в 90-х он с Одессы сам и они их банда занималась тем что вот эти заводы заводы всей Украины они прибирали к своим рукам у них сотни убийств людей было он об этом сам говорит он отсидел в Америке за попытку убийства вот своего бандита подельника он готов дать показания вашей СБУ никто его об этом не просит потому что ну понятно против кого будут показания он готов дать против наших уже русских олигархов там показания и он готов сказать где там сотни труков зарытых грубо говоря чтобы вы знали как как металу достались вот эти все заводы пароходы выберите не будет никакой национализации ну значит я поздравляю вас вы полностью колоняльное государство под властью вот этих мерзавцев у вас не будет будущего если вы будете вот так дальше с этим жить ну что я вам скажу мне жаль да все я смотрю я смотрю вас так тут волнует украинский вопрос скажите пожалуйста когда вы отстанете от нас и перестанете нос сюда совать у вас сейчас вот по телевидению где не включишь Украина 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 даже Путин какие-то пасквили пишет там про Украину вы что там помешали все на Украине постоянно сюда лезете в родственники как это один народ отвечаю нафиг вы нам нужны мордвины сидите там у себя зачем вы нам нужны вот смотрите если мы сейчас с вами сдадим тест ДНК анализ то во мне украинской крови скорее всего будет больше чем вас вот почему меня это интересует а у вас может быть русский больше чем украинский поэтому поэтому это есть не в крови дело а в государстве у нас отдельное государство и у вас отдельное государство здесь у вас там всякие татары мордваи удмурты и чуваши башкиры пожалуйста с ними там разбирайтесь где у вас там больше кровей вы там с кем перемешивались я не знаю мы тут при чем то объясните у вас у вас там есть государство вот якуты там буряты и там вот вот так вот мешаетесь все сношаетесь я вам ответил почему меня интересует потому что вы брать такой же народ славянский меня интересует я вам ответил думаю на вопрос да 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 вы ошибаетесь вы ошибаетесь если у там единичное какие то есть украинцы то это не значит что вы по паспорту по свидетельству о рождении кто русский ну какое вы имеете право еще себя украинцем называть объясните я вам говорю если сдать тест ДНК да можно больше чем вы не важно что в паспорте написано а я а я сейчас проверю поляныция ну-ка слушаю а при чем поляныция это проверка проверка мордвиновый или украинец ну-ка поляныция ну-ка поляныция вот глазенки то забегали забегали сразу да иди учись шановные шановные вы дивилися нарезку зі стримов аби дивитися стримы целком без нарезки и купюр будь ласка подпишись на патреон посилание на патреон под всеми видео и стримами подтримайте наш канал подобайками коментарями тисните на дзвенок а також распространяйте мои ролики в соцмережах подпишись на всі мої канали адже час від часу мені доводиться змінювати місце стримів та дислокації з метою безпеки адже дуже багато росіян незадоволені моїм контентом і кидають страйки наші гасла горитеся поборете героям слава смерть ворогам понад усе від сяну до дону на гиляку до дону до дону